Хотите чего-нибудь сладенького к чаю? Тогда предлагаю вам отличную идею, простую и всегда удачную, аппетитная, воздушная дрожжевая булочка с повидлом в домашних условиях, готовим? Этот несложный вариант, как приготовить булочку с повидлом, станет настоящей находкой для тех, кто любит домашнюю выпечку, тесто получается невероятно воздушным и вкусным, а что касается начинки, то тут вы можете использовать любое фруктовое или ягодное повидло, которое есть у вас под рукой. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. В глубокой мисочке соедините просеянную муку, дрожжи, сахар и щепотку соли, вымойте, обсушите лимон и натрите цедру, добавьте ее к сухим ингредиентам, булочка с повидлом в домашних условиях будет с легкой цитрусовой ноткой. 2. В отдельной мисочке соедините натуральный йогурт, растопленное сливочное масло, яйца и теплое молоко, перемешайте все до однородности. 3. Теперь можно соединить все вместе и начать замешивать тесто. 4. Вымешивайте тесто не менее 10 минут, чтобы оно было мягким и воздушным, выложите в мисочку, накройте чистым полотенцем или пленкой и оставьте в тепле подходить. Жду ваших лайков и комментариев. 5. После первого подхода тесто нужно обмять и оставить его снова подходить. 6. После отщипывайте небольшой кусочек теста, разминайте его как следует в руках, в центр вложите ложку повидла и аккуратно залепите края. 7. Небольшим количеством сливочного масла смажьте форму и выложите туда булочки, растопите еще ложку масла, смажьте немного вверх и оставьте булочки минут на 20, за это время можно разогреть до 190 градусов духовку. 8. Отправьте противень в духовку и выпекайте до румяной корочки минут 15-20, после немного остудите и присыпьте сахарной пудрой. 9. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот что нам понадобится. 10. Мюка 4 стакана, дрожжи 1-5 столовые ложки, сахар 0-5 стакана, соль 0-5 чайных ложки, цедра лимона 1 чайная ложка, молоко 1 стакан, натуральный йогурт 0-5 стакана, сливочное масло 125 грамм, яйцо 2 штуки, повидло по вкусу, сахарная пудра 1 чайная ложка, количество порций 10-15. 10. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Приятного аппетита, приходите еще!